Всем привет, друзья! Сегодня смотрим на обновленную клавиатуру Asus ROG Strix Scope RX. И, кстати, сорри за то, что кундошу заболел. Каюсь. Мы уже с вами смотрели на подобную клавиатуру Asus Scope. На первый взгляд клавиатура осталась прежней, но отличия все же есть. Присмотревшись, можем увидеть, что профиль клавиатуры стал как будто бы ниже. На деле это не так. Клавиатура не низкопрофильная, а изменения связаны с новыми свечами. Данная клавиатура построена на собственных переключателях Asus. Называются они Asus ROG RX, в моем случае Red, ну то есть красные. Так как на саму клавиатуру мы уже с вами смотрели, сконцентрируемся на переключателях. О самой клавиатуре поговорим кратко. Итак, это у нас клавиатура в дизайне скелетон. Выполнена она из двух частей. Металлическая пластина в основании и пластиковая крышка корпуса снизу. На дне у нас пять резиновых ножек и две прорезиненные ножки подъема. Выглядит клавиатура достаточно строго, ну и симпатично. Однако скелетон уже объективно поднадоел. Также, в отличие от первой версии, клавиатура оснащена сквозным USB портом, из-за чего кабель стал достаточно толстым и двойным на конце. Переходим к переключателям. На первый взгляд кажется, что это пресловутый Romer G. Именно такую реакцию я слышал от знакомых, которые видели картинки с данной клавиатурой. Однако это не так. Это оптомеханические переключатели с ресурсом нажатий в 100 миллионов. Цифра внушительная, я бы даже сказал очень. Главное, чтобы правда оказалась, но тут покажет только время. Ход до упора у этих переключателей 4 миллиметра, до срабатывания 1,5 миллиметра, сила нажатия 40 грамм. Ход линейный. Вообще, ощущение от тэппинга странное. Казалось бы, по логике переключатели должны нажиматься с одним усилием на всей длине хода. На деле же, если быстро печатать, складывается ощущение, что клавиша сопротивляется в самом начале и в самом конце. Середина как будто бы пустая. Интересное ощущение, но попервой весьма непривычно. Также, особенностью переключателя является заявленный уменьшенный воблинг. Asus обещает, что благодаря квадратному стему и встроенным свитч-стабилизаторам, при нажатии не на середину кейкапа, стем не будет перекашивать, как это происходит на череподобных свитчах из-за маленького стема. Однако, честно говоря, особой разницы с гатуронами я не заметил. Также, приятной особенностью свитчей является их пыль и влага защита по стандарту IP56. Первая цифра означает нам пылезащиту. Не путать с пыленепроницаемостью. Типа, чуть-чуть пыли, если попадет, то это не нарушит работу свитча. Вторая цифра 6 означает, что свитчам не страшны струи воды. Короче, если что-то прольете, то клавиатура должна выжать, но тестить, как обычно, не советую. Благодаря строению свитчей, светодиод расположен в центре свитча, из-за чего подсветка символов тут очень хорошая. Все символы подсвечиваются хорошо, однако русские символы тут нанесены, ну прямо скажем, так себе. Я набираю вслепую, мне этот факт не критичен, но суть в том, что русские тут докидывали просто туда, куда было. На некоторых кнопках есть и сайт принт, который, к слову, тоже хорошо подсвечивается. Кейкапы тут из обычного АБС-пластика и минус в том, что вряд ли вы когда-либо найдете сменные кейкапы, а уж тем более ПБТ. Спасибо за это новым свитчам. Ну и переходим к тайпингу. К слову, мне он лично очень понравился. Звук тайпинга теплый, стабы весьма неплохие для масс-маркета. Короче, что я рассказываю, просто слушайте. Звук тайпинга теплый, стабы весьма неплохие для масс-маркета. Теперь перейдем к особенностям клавиатуры. В первую очередь Ctrl. Он тут по размеру равен Shift. Кому-то это не нравится, а кому-то наоборот. У меня есть как минимум один человек, который очень хочет данную клавиатуру чистой из-за вот такой клавиши Ctrl. Однако обычному пользователю нужно будет привыкать. Первое время при нажатии кнопки Alt вы будете сворачивать игру нажатием кнопки Windows, которая тут как раз-таки смещена. Включайте игровой режим или отключайте кнопку Windows через софт. Это вот все, что я могу вам посоветовать на первое время. И привыкайте. Следующая особенность клавиатуры в том, что клавиши начиная с F5 и заканчивая F12 работают по дефолту не как F, а как дополнительные клавиши. К примеру, чтобы обновить страничку в браузере, вам нужно будет нажать Fn плюс F5. А если нажать просто F5, то клавиша сработает как плей-пауза. Также есть трабл с комбинациями клавиш. Если у вас есть комбинация клавиш с блоком F, то работать она не будет. К примеру, начать запись экрана стандартным сочетанием клавиш Alt F9 не получится. Даже с сочетанием Alt Fn F9. Исправить это можно с сочетанием клавиш Fn плюс Insert. В таком случае F-ки по дефолту начинают работать как F-ки, так же начинают работать сочетания клавиш. А дополнительные функции F-ок, такие как сворачивание всех окон и мьют звука, к примеру, будут работать через Fn. Софт. Софт тут Armory Crate. Не самая лучшая прога среди софтов для клавиатур, однако в моем случае я и пользуюсь на постоянной основе из-за своей материнской платы. Софт славится своими сбоями, однако пока я пользовался клавиатурой, ничего из ряда вон выходящего я не заметил. Все работало штатно. Тут мы можем регулировать подсветку, переназначать кнопки, синхронизировать подсветку с другими девайсами, ну и так далее. В целом стандартный набор функций для клавиатуры, но к слову макросы почему-то недоступны, это между прочим стоит задуматься. По выводам. Про клавиатуру я вам уже рассказывал, и в данном случае реальным отличием я бы назвал свечи. Свечи мне понравились. Тайпинг очень приятный, эти свечи тут явно смотрятся лучше, чем черри. С другой стороны клавиатура имеет свои нюансы, с ней не все так просто. Если свечи действительно годные, то длинный контрол, скелетончик и цена, все это может отпугнуть потенциального покупателя. В общем клавиатура не для всех. Я более чем уверен, что Asus оснастят своими переключателями еще пару-тройку своих клавиатур, которые будут ближе к общим стандартам, и в таком случае у этих свечей будет большее распространение в народе. Вот как-то так. Спасибо, что посмотрели данное видео, подписывайтесь на наши социальные сети, на ВК, Инстаграм, Телеграм, к слову в Телеграме самые свежие анонсы по поставкам, а в Инстаграме у нас сейчас проходит розыгрыш, так что советую заглянуть. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам топовых девайсов и пока-пока-пока.